Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем работать в удаленном режиме. На этот режим перешли многие средства массовой информации. Как они адаптировались, какими будут СМИ после окончания карантина. Сильно ли они изменятся, куда перешла аудитория, где ее искать нынче. Об этом и не только мы поговорим с моей коллегой, пиар-директором федерального новостного информационного портала News.ru Евгенией Валяевой. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте, Любовь! Ну, судя по тому, что вы находитесь дома, информационный портал News.ru работает на удаленке. Скажите, пожалуйста, как за время карантина изменилась работа вашего средства массовой информации? Да, вы знаете, начиная с конца марта был такой сложный, переломный момент. Мы все очень работали в активном режиме. У нас постоянно происходили конференции, встречи со спикерами. Мы все встречались в редакции за круглым столом, постоянно устраивали брифинги. Вот. И потом вот это все произошло, случилось очень стремительно, как-то наросло. Нам было сложно к этому привыкнуть, потому что условия резко поменялись. И просто руководство приняло решение, что мы будем работать удаленно, вот пока ситуация не стабилизируется. И сейчас вот уже на протяжении почти двух месяцев мы работаем дома. Работы больше стало? Да, вы знаете, работа стала больше, она не прекращается. Вчера, например, многие из нас закончили работу около 11 вечера. То есть посыпаешься, с утра быстро пьешь кофе, приводишь себя в порядок. И с девяти до девяти, в общем-то, работа, она такая, ее останавливать нельзя. Сейчас такие сложные времена достаточно, когда нужно активно следить за повесткой. У нас портал, он все время работает, у нас пишут новости, ночная смена. И поэтому мы должны всегда быть на связи. Очень часто коллеги и СМИ кидают какие-то срочные новости для вечернего выпуска. Поэтому мы все работаем, и работа стала больше. Скажите, пожалуйста, а как в связи с режимом самоизоляции, с режимом карантина поменялась вообще подача материала? Скажите, люди стали чаще заходить, так как сидят дома, больше читать информацию? Потому что мне все-таки кажется, да, так как наше средство массовой информации является не столько информационным, сколько, наверное, научно-рекреативным, познавательно-рекреативным, да? То здесь у нас немножко другая история, хотя вот мы по себе видим приток аудитории. А что скажете вы? Сначала, когда только вот коронавирус, да, вот эта вся информационная повестка, связанная с COVID-19, достигла своего апогея, все стали очень активно мониторить новости на всех ресурсах, все наши коллеги и СМИ, в том числе и мы, заметили, что трафик увеличился на 50%. То есть вот такой был сильный прирост. У нас трафик достигал 2 миллионов просмотров за сутки, то есть в два раза больше. Естественно, аудитория очень волновалась, это было заметно. Все судорожно искали связанные вот с этой ситуацией новости. И такая динамика наблюдалась, наверное, на протяжении месяца. Сейчас уже пошел спор. Потому что люди начитались, люди все знают про это совершенно. Да, они устали и уже вызывают эти новости некоторые отторжения. Поэтому мы стараемся нашу информационную повестку разбавлять. У нас очень много эксклюзивного контента нашего собственного. То есть мы не только даем оперативную информацию на закрытых лентах ТАССа и интерфаксов в основном, но у нас еще есть свой собственный контент, его очень много. Его порядка 40% ежедневно выпускается на сайте. И это разные новости, они пытаются как-то отвлечь читателей от коронавируса, то есть от совета психолога, как отдохнуть, как вот расслабиться, как провести время с пользой с детьми на карантине, чтобы почитать. Ну вот, в общем, такой как бы контент отвлекающий. И это помогает. То есть был огромный рост, сейчас уже пошло на спад, и новости, связанные с коронавирусом, уже не вызывают такого ажиотажа, а пользуются спросом такие дзеновские лайфхаки. То есть позитивные новости. Евгения, извините меня за банальную, даже, может быть, пошлую фразу, которую особенно часто используют мои коллеги и блогеры, в том числе. «Мир никогда не будет прежним». Уже набила оскомину эту фразу, но так оно и есть. И средства массовой информации, мне кажется, тоже не будут прежними. Они здорово изменились. Мы побывали дома у многих телеведущих. Я имею в виду информационные ресурсы, тоже телеканал «Россия-24», корреспонденты, которых работали и работают на удаленке, и даже ведущие, которые записывали свои программы дома. В этом была определенная изюминка, потому что все вдруг увидели, кто как живет вообще, что все мы люди, и все мы точно так же находимся дома, что мы наравне. Это расположило аудиторию, мне кажется. Но тренд журналистики, он тоже меняется. И сама по себе профессия меняется. Профессия чуть позже, а вот о трендах, которые запустил коронавирус в средствах массовой информации. Как вам кажется, какие это тренды на сегодняшний момент? Ну, прежде всего, журналистика — это живой организм. Это свобода слова и свобода передвижения. Сейчас свобода передвижения немножко тяжело, поэтому, мне кажется, основным трендом является максимальная адаптация под ситуацию, сложившуюся в любую ситуацию. Будь то коронавирус, понятно, что скоро его поле совсем уйдет, но журналистика всегда должна опираться на основную повестку и оставаться как бы в тренде. Журналистика должна максимально быстро адаптироваться к любым условиям. Мы перешли на удаленку, значит, мы работаем с домом. Мы доступны, мы всегда на связи. То есть мы максимально быстро отвечаем на любые запросы нашей аудитории, подаем нужный контент. То есть это, прежде всего, мобильность, быстрая адаптация и быстрота реакции. Вторым трендом, мне кажется, это парсинг новой аудитории. То есть сейчас очень много выпускается новых мессенджеров, и вот буквально недавно появился новый Яндекс.Мессенджер, он похож на Телеграм. То есть нужна постоянная работа с аудиторией. Аудиторию надо захватывать, чтобы она интересовалась конкретным ресурсом. Это будь то это радио, сайт радио, сайт информационного портала. Если это телевидение, то постоянно какие-то, ну, кросс-прома, что ли, чтобы привлекать новую аудиторию. Сейчас еще очень модная такая штука, как ТикТок. У нас крупные спикеры, и даже вот мы наблюдали, что в «Комсомольской правде» министр здравоохранения давал интервью в ТикТок, и это абсолютно не является каким-то мобитоном. Это вот работа с аудиторией, это сейчас все в тренде. То есть мы отслеживаем мессенджеры, мы работаем с сошел-медиа, мы привлекаем все время аудиторию. Мы для этого должны очень много работать. И третий тренд, такой тоже сейчас достаточно интересный, это коллаборации. То есть вот у нас есть наши партнеры постоянные, с кем мы дружим, кому мы помогаем. Это первый канал. Мы с ними запускаем разные такие пиар-акции, то есть мы поддерживаем их топовые новости. Вот мы писали про «Литл Биг» и про «Евровидение» у себя новости на сайте. Коллеги с первого канала, они делились этим у себя в соцсетях. У них в соцсетях миллион подписчиков. Нам это дало хороший приток аудитории, потому что это шеринг наших новостей, это лайки нашим соцсетям. То есть вот такие моменты на стыке, работа с партнерами, она всегда тоже хороша. Она имеет хороший отклик от аудитории, дает популяризацию нашего бренда. Мы работали еще с Михаилом Зыгарем, вот с писателем. То есть коллаборации на стыке какой-то идеи. Мы готовы вам предложить коллаборацию и посотрудничать. Евгения, вы знаете, вот, кстати, мой следующий вопрос будет касаться будущего журналистики. Я хотела бы сейчас небольшой комментарий по поводу мессенджеров. Потому что мне кажется, что за этим вообще будущее. И в дальнейшем средства массовой информации могут, конечно, сохранить свои сайты, но как некие, понимаете, как вот печатная газета, да, она, наверное, останется в печатном виде, но для элитарной категории, да. И мессенджеры, они отбирают сейчас вот как бы свое внимание, завоевывают, и различные эксперты, средства массовой информации все чаще и больше работают именно, даже не в социальных сетях, да, а вот в мессенджерах. Мне кажется, тренд за этим, это что касается будущего журналистики. Я думаю, что через 10 лет мы увидим средства массовой информации, которые полностью сидят в мессенджерах. И обосновались там очень плотно, потому что там будет львиная часть аудитории. Ну, как вы думаете, какая вообще, какой будет отечественная журналистика лет через 10, что мы увидим, что перед нами предстанет? Будут сидеть роботы в вашем информационном агентстве? Будут на радио тоже сидеть роботы и говорить, здравствуйте, я робот Кейт, 356 сегодня в эфире? Или это все из области фантастики? Нет, вы знаете, понятно, что это фантастика, но она достаточно достижимая, возможно, не через 10 лет, но лет так через 20, вот уже наше сейчас новое поколение, они все исключительно в мессенджерах, в телеграммах. Даже, судя по нашему сайту, по Ньюзру, у нас 60% это мобильная аудитория, то есть это не декстопы, это именно люди, которые с телефона крутят сайт и лазают в соцсети, читают там новости. Мы сами все сидим в соцсетях, у нас основной инструмент коммуникации, редакция телеграмм-канал, и также мы со всеми партнерами в СМИ, мы же как бы создаем ветки Яндекса, то есть мы наши эксклюзивы отправляем на цитирование в другие СМИ, к нашим партнерам, то есть мы все сидим вот в этих мессенджерах, и мы работаем на Яндекс. Яндекс — это большая бикдата, это большая машина. И это как бы так странно все выглядит, и мне кажется странным, потому что я помню, как раньше это все работало, помню 10-15 лет назад в свою молодость, ты все время бегаешь на ногах, у тебя там диктофон, какой-то примитивный микрофон, и ты все время общаешься. Ты живой, открытый и абсолютно не циничный, в общем-то такой позитивный человек. Сейчас все немножко по-другому, сейчас все более быстро. Общение только по существу, какой-то краткий комментарий, мы стараемся давать быструю-быструю информацию. У нас на сайте 350 новостей в день выходит, то есть это очень много. И это игра на скорость, то есть журналистика стала очень быстрой. Подача информации стала, мне кажется, немножко суше. То есть это краткие новости. Поэтому мне кажется, что вот на такую оперативную журналистику, на оперативные быстрые задачи вполне может быть, что будут работать роботы, которые смогут просто вот тупо сделать рерайт, включить программу и там изменить какое-то смысловое значение, а рерайт — это 30% измененного текста. Вот такое, да, такое может выпускаться. А какие-то ключевые задачи, спецпроекты или это расследование, или это большое интервью с топовым спикером — нет. Тут, конечно, роботизация невозможна совершенно, здесь нужен живой контакт и глубокое понимание вообще сути вопроса. Поэтому частично — да. Вот еще по поводу роботов небольшой комментарий. Компания Яндекс уже пытается ввести роботов, насколько они об этом говорили, но проблема вся в том, что русский язык пока роботы освоить не могут. Английский, так как он более простой для машины, язык, там с этим идет проще. А у нас все-таки загадочная русская душа. У нас слова «блудия» есть в языке, то есть так можно выразиться. И это вызывает некоторые сложности. Поэтому я думаю, что в России процесс роботизации в журналистике, он будет немножечко оттянут именно из-за того, что роботы должны быть более совершенными, чтобы понимать лучше нашу речь и составлять правильно и грамотно вот эти новости, о которых вы сказали. Безусловно, я с вами согласна, что король жанра — это короткая форма. Именно по этой причине наша программа в таком сжатом, коротком формате выходит. И я вас благодарю за то, что вы поделились своей позицией. Я очень надеюсь, что в ближайшее время карантин закончится, мы все придем в наши редакции. Кстати, а вот вы, ваше руководство не думает, чтобы всех оставить на удаленке? Офис снимать не надо, уменьшение расходов. Есть такие мысли? Ну, вы знаете, многие коллеги, кстати говоря, сейчас остаются на удаленке. Вот точно знаю, что некоторые СМИ, им полюбился этот формат, для нас нет. Ну, как-то мы, во-первых, молодой ресурс, нам два с половиной года, будет вот три года в сентябре. Мы всегда за рост, прогресс, нам очень хочется двигаться активно, укрепляем бренд свой, приглашаем к нам в редакцию спикеров. То есть у нас постоянная запись, у нас отдел монтажа и продакшена свой собственный, вот, работают операторы. То есть мы пока получаем от этого удовольствие, нам нравится. Мы не настолько вот глобальные пожилые, чтобы сидеть дома, у нас очень молодая, в принципе, молодой коллектив, молодое руководство, поэтому нам пока это нравится, и очень получаем удовольствие от общения, когда к нам гости какие-то приходят. Поэтому пока вот прямо на 100% об этом не думаю. Может быть, частично у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, они останутся, равны некоторые сотрудники. Но и то под большим вопросом, а мы планируем возвращаться. Честно говоря, немножко подустали сидеть, не хватает какой-то движухи. Как я вас понимаю, как никто. Я сама мечтаю в редакцию, сесть к микрофону, увидеть коллектив. Да, действительно, мы тоже все соскучились, но я думаю, что это время уже не за горами. Евгения, спасибо вам большое. Я желаю успехов и удачи вашему средству массовой информации. Развивайтесь. И уже до новых встреч в ваших эфирах и в наших, в реальных. Спасибо. Спасибо, давайте сотрудничать. Будем на связи. Спасибо большое. Ну и в завершении программы мне хочется добавить, что современный мир очень быстро меняется. И если средства массовой информации должны не опережать эти события, то хотя бы точно успевать за ними. Пострадает ли от этого качество выпускаемых материалов, будут ли работать в редакциях роботы, покажет время. С вами была программа «В движении» и я, Любовь Курьянова. Будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»